Руслан Асаков после операции восстановился, уже в полную силу работал. На самом деле сигаретов никаких нет. Юра Денисов, опытнейший. Борез, естественно. Выше пилотаж. Раскатка и все. Все. Ну да, сейчас живем в городе, пытаемся. Мы нас бородим. Вау, бля, братан, вообще просто кайф. Кайф, знаешь, аж не кайф. И Ваня Кулак, у меня типа секунди. Милый шум, и вот так вот. Макс, вот так. Спокойно, да? И еще туже мне стало. Надо смотреть туда, да? Не, МЗ. Не обязательно. Друзья, всем привет. Говорит и показывает Санкт-Петербург. Этим роликом мы начинаем серию выпусков о подготовке сборной Санкт-Петербурга по греко-римской борьбе к чемпионату России 2020 года. В нашем небольшом видеодневнике вы увидите, как обычные ребята, не избалованные деньгами и славой, готовятся к своему главному старту. Чемпионат России пройдет в январе в городе Новосибирск. Назовем мы наш видеодневник «Дорога на чемпионат». Знай наших! Конечно, в рамках одного ролика сложно рассказать о всех спортсменах, выступающих в составе сборной Санкт-Петербурга. В этом выпуске мы расскажем о тех борцах, которые тренируются под руководством Коваленко Сергея Владимировича. А также о подготовке братьев Комаровых Александра и Артема. Начнем с Русика Исакова. Почему нет? Известного уже вы снимали. Да, да. Надо смотреть туда, да? Не обязательно. Не обязательно. Ну, Руслан Исаков, он у нас после операции восстановился, уже полную силу работает, набирает обороты. Сейчас у него, можно сказать, дебютный будет старт, это чемпионат города. Посмотрим, как он отборется. Задачи перед ним не ставится, обязательно выиграть, потому что у него допуск на чемпионат. Россия есть, он в этом году в Калининграде занял пятое место. И на участие допускается. Его главная задача сейчас больше соревновательных стартов, чтобы вернуть это чувство ковра, чувство судьи, соревновательный ажиотаж, чтобы можно было справиться с волнением. У него такие задачи. Юра Денисов, опытнейший борец, естественно. Честно говоря, загадка для меня, какая у него подготовка. Я знаю, что боролся в Бундеслиге, видел, что и на сборах он был в Адлере и Новосибирск, летал с Ромой Ивасовым, готовился. Но у него, конечно, багаж, опыт и техника феноменальная. Я его считаю, без лишней скромности, одним из самых талантливых борцов нашей современности. И насколько он талантлив, настолько и не реализовавшийся борец, потому что у него могли быть очень большие перспективы и победы. На чемпионате у него допуска нету, ему нужно выигрывать, естественно, чтобы поехать. Он будет бороться в 77 килограмм. Дальше у нас Аркадий Киракосян, тоже после травмы, ему в декабре месяце сделали операцию на плечо. Восстановился только к марту месяце, начал тренироваться более-менее, а так все закачивал готовить. К сожалению, не успел подготовиться к феноменству России до 24 лет, которое было в Москве в этом году проходило. Рассчитывал я, конечно, на него, он бы мог зацепиться за призовое место, но пропустили этот старт. Чемпионат для него тоже очень важен, потому что по итогам этого чемпионата будет стоить вопрос, поедет он на чемпионат России, либо нагрузку выполняет, все, готовится. Парень очень ответственный, надеюсь, на него. Дальше Ваня Чернов борется. В этом году стал вторым на Киринстве России до 24 лет, у него тоже допуск к чемпионату есть. На чемпионате города бороться не будет, потому что уезжает на Ваня 14-го числа в подготовке. С основной командой? Да, с основной командой. Основная команда Ваня будет готовиться к Кубку мира, который будет проходить в Иране. Вот его вызвали в плане подготовки команды к Кубку мира. Но на чемпионате России, я все-таки рассчитываю, он выступал в прошлом году и в этом году, скажем так, мальчиком для битья не был. В прошлом году он проиграл в первой встрече Масару Дугучиеву, нашему питерскому Масару, к сожалению, дальше проиграл. В этот раз он проиграл Альерзаеву из Дагестана, который стал третьим. Тоже до финала чуть-чуть не хватило дойти. Ну, все в равной борьбе, напряженной. Потенциал есть у этого парня. Немножко не хватает, скажем так, ответственности, наверное, в работе, как говорится. В соблюдении режима, каждодневной самотночке. Вне соревновательного умения? В тренировочном, да? И на тренировке бывает такое, что мне дорабатывает и, безусловно, вне соревновательного тоже. Дальше Богдан Чуркин. Богдан прошел хорошую подготовку. Он был на сборах и в Польше, потренировался. Прошел три сбора, если не четыре. На Патлесинском в этом году третье место занял. Над первенствой Россия до 24 лет третье место. Уверен, он добирает. Работает очень хорошо. Я хотел бы выделить его. Парень знает, что хочет, что он ведет, выполняет, не ленится. И режим соблюдает, и все установки, которые ему даешь, его выполняют. Будин поросит 87 килограмм. Там вес олимпийский, вес тяжелый, естественно. У нас там и Саша Комаров, понятно, один из лидеров. Не только города нашего, понятно, но и вообще, в принципе, России. Может быть, даже мировой борьбы, несмотря даже на те осечки, которые были на чемпионате Европы и на чемпионате мира, все равно, я думаю, и в мире его воспринимают как одного из потенциальных лидеров. И Давид Чиквитадзе нельзя забывать. Олимпийский чемпион. Ну, там целый ряд вес такой ровный. Есть с кем попадаться. Но у него, все в его силах. Справиться с психологией, справиться со своим волнением. На чемпионате России в Калининграде отборолся очень хорошо. Видно, что парень растет. Платурный занял. Если меня не изменяет, двенадцатое место. Ну, там ряд побед одержал. Зачет. Это чемпионат, у меня зачет. С моей точки зрения. Пошел. Сейчас на чемпионате будет бороться 8-7 килограмм. Допуска у него нет. И то же чемпионат для него определяющий. В принципе, по ребятам, у меня все. Хорошо, хорошо. Хорошо. Не убирай его. Хотя он не вольный. Да, да. Все, едет. Может, в каком-то времени где-то что-то перейдет. Какой-то был на полочке, значит, ибролок. Да, едет. Заходим, ребят. За футболочкой, а потом поднимитесь в 317-ю, пожалуйста. Поехали, второй период. Поехали. 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 Ну, расскажи, как у тебя дела? Нормально. Все хорошо. Город? На неделю. Да. Готовишься? Да, вес чуть надо придержать. Какой у тебя сейчас? Сейчас 80 кг. Кто у тебя основные конкуренты? Я даже не знаю, кто там будет. Нет, на самом деле, не очень. Я готовлюсь сам и не под кого-то. Нахожу на свою форму. Мы сейчас с тренером разговаривали. Я очень отмечал твой ответственный подход к тренировочному процессу. Да, я правда. Скажем, что для тебя ответственный подход к тренировочному процессу? Я не думал, что кто-то из ребят безответственно относится к тренировочному процессу? В принципе, большинство ответственно относится. А что это такое? Дисциплина. В чем это выражается? Выполнять установки тренера. Приходить и уходить. Ладно, можно позже. Приходить на тренировку вовремя. И... Ну и сочковать, наверное, такое самое фензентарное. Поехали. 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 Просто кайф. Аж не кайф. Я с континером боролся сейчас на этом. И Ваня кулаку меня типа секундировал. И он пришел мне вот так вот. Макс! Вот так. Спокойнее, да? Спокойнее, да? О, хорошо. Вот это называется высший пивотаж. Максим Баласяныч с нашей тренером сборной Санкт-Петербурга. Незаменимый опыт. Да, на самом деле, секретов никаких нет. Работаем. Единственное, что... Планомерно немножко. Вот это вот первые схватки такие сильные пацаны, когда Более-менее почувствовал самочувствие такое, знаешь, Ближе к боевому, потому что сейчас нам как-то бороться надо. Надо же проверить себя. Да. Проверили еще вроде. Саня, Ты правда, что в 16 лет тебя приглашали бороться за сборную Эстонию? Не, не приглашали. Ну футболку дали? Это там, на соревнованиях дали. Какой сегодня план, расскажи. Схватка и все. И все? Ну да, сейчас же на город готовимся, а мы на сборы уйдем. В четверг. Потихоньку. Утро тренировался? Да, да. Что делали? Схватки тоже. Две схватки там сделали. А сейчас одну схватку и все. Ну, Артем говорил, что сейчас в 3 недели была такая тяжелая работа. Ну да, дома вот. После сборов был перерыв в месяц. Более-менее сейчас попробуем потренировать. Все нормально сейчас. Надеюсь, сейчас на сборах подведемся. Турнир будет в конце месяца. Потом опять сбор, еще потом турнир и уже Россия. Думаю, все нормально будет сейчас. Подготовка тяжелая, конечно, была. Но нормально, сейчас восстановимся. Ты после мира, тебе хватило времени для восстановления? Да, конечно, хватило. Через неделю нормально. Хотелось обратно. То есть психологически утомления не было? Не, нормально. Хотелось дома побыть. Уже на сборы хочется. Надоело? Ну да. Делать нечего. Ты с утра проборолся, а вечером не работаешь? Ну, так сказать тренинг. Почему? Ну, потому что у нас город скоро в субботу. Поэтому, наверное, восстанавливаемся у нас. Сейчас вот эти 3 недели, даже больше 3 недель. Такие были очень загрузочные. Прям потом. Подустал, да? Оставало сильным очень. Даже сейчас просто немножко восстановиться. Ну да, восстанавливаемся, потому что город все-таки нужно все-таки хорошо бороться. Надо устроиться, чтобы какие-то странные. В каком месте бороться? В 80-м году. Пока желание есть, у него побороться. Главное, чтобы здоровья хватило. Здоровье. У нас проблема в здоровье. Желание есть. Здоровье. Подводит все время. Одна травма, другая не долечивается. Происходит рецидив этих травм. Все накладывается одно на другое. Сейчас дали ему полгода отдохнуть от ковровой работы. Только бегал, качался. Сейчас попробуем. Он сейчас восстановился? Нормально? Да. Хотим его перевести в другую категорию, более тяжелую. Может быть, это связывается с болезнями, с висогонками. Посмотрим. СубтитрыITE А.Горуня «Вет 3000» Андрея «Вет1000 городка». Основа в 4-м году. При наступил в 7-м году Люди в «Вет1000» Hisит sóras толковали на полегой молодчей с годовым г РФ… Через вами рассmel IS Gro tab vide Они даже не успел перейти в 알림 онлains ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я так понял, вот весь мир, здесь ищет. Вот надо мне принести здесь эту видеокамеру, якобы все время ведется в съемки. Все будут работать, так сказать, один и трех. Вообще, вот сейчас я даже не знал. Да что ты не знал там? Не знал. Да не знал, что он там не знал? Все он знал там. Николаевич, всего доброго. Давай, теперь вон там. Давайте. Счастливо. Я. Я. Слышишь? Марат, я же не виноват, что у тебя плохая чулка. Я же не виноват, что у тебя плохая чулка. Тебе нужно подстричься. Друзья, для того, чтобы сделать наши выпуски более информативными, обязательно пишите в комментариях, чего бы вам хотелось увидеть. Может быть, какие-то акценты в подготовке ребят к соревнованиям. Какие-то детали по сгонке веса, подводке к соревнованиям. Может быть, какой-то разбор персональный по технике выполнения, технических приемов, двигательных действий и так далее. Масса нюансов, которые для многих могут быть интересными. Ну а практикам, мастерам спорта, специалистам своего дела будет очень интересно поделиться своим опытом. Пишите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо. Пока.